Там, в девятнадцатый век, в одной деревушке живет семья, муж с женой. И муж уезжает на охоту. А жена остается одна. И чем заниматься молодой девушке зимним вечером в доме? Пушкин об этом размышляет. Но, по ее счастью, недалеко переворачивается кипитка. Там сидит молодой барин. И вот у нее дома гость, а мужа нет. И барин неправильно понимает любезность Натальи Андреевны. И, ну, забылал любовью к ней, скажем так. И они разошлись вечером по своим спальням. И вот с этого момента эта привык и начинается. Но я буду без микрофона. Все-таки Пушкин этот микрофон странный. Влюбленный граф в потемках бродит. Дорогу ощупью находит с желанием пламенным томим. Едва дыхание переводит. Трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит. Вот он подходит к советной двери. И слегка жмет ручку медную замка. Дверь тихо-тихо отступает. Он смотрит, лампа чуть горит и бледно спальню освещает. Хозяйка мирно почивает. Иль притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает. И вдруг упал к ее ногам. Она теперь, с их позволения, прошу и петербургских дам представить ужас пробуждения Натальи Павловной воей и предложить, что делать ей. Она, открыв глаза, большие глядит на графа. Наш герой ей сыплет чувства выписные. И терзновенную рукой коснуться хочет одеяло. Совсем смутив ее сначала. Но тут опомнилась она. И гнева гордого полна. Впрочем, может быть, и страха. Она торквинью с размаха дает пощечину. Да-да, пощечину, да и кукакую. Сгорел граф Нулин от стыда, досаду проглотив такую. Не знаю, чем бы кончил он, обидой страшной упылая. Но шпиц косматый вдруг залая, Прервал Параша крепкий сон. Услышав граф ее походку, И проклиная свой ночлег, И дерзновенную красотку, В постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и Параша, Проводят остальную ночь, Предполагайте, воля ваша. Я не намерен вам помочь. Будет минутка. Обязательно почитайте Замечательную, гениальную поэму, Гениального автора. Спасибо большое. И поздоровайтесь.